Зачем брать на себя аскетические подвиги, если жизнь и так не сладкая? И в этом случае и не приписаны особые дополнительные аскетические подвиги. Достаточно благодушевствовать среди тех скорбей, которые в вашей жизни явились. Но человеку непременно нужно усилие. Как сказал Господь, подвизайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут войти и не возмогут. Все подвижники, сообщает апостол Павел, воздерживаются от всего. Все для получения венца тленного, имеется в виду спортсмены, а мы нетленного. Кто хочет идти за мной, отвергнись себя и возьми крест свой и следуй за мной. Необходимо нам некоторые упражнения. Иногда это скорби земные, иногда, как вы замечаете, аскетические труды, которые мы вместе с Церковью подъемлем, особенно большими постами, ради того, чтобы не плоть господствовала над душой, но душа была бы наездником плоти и правило бы ею разумно просвещено. Для этого, как послушная раба, как раб послушный, тело должно повиноваться. Не будет он повиноваться, если не будет научено этому теми самыми подвигами, о которых мы ведем речь. Продолжение следует...